здравствуйте это новости на rtvi в студии в нью-йорке валерий кипелов ближайшие полчаса я и мои коллеги расскажем о самых важных событиях которые происходят сейчас в мире начале коротко о главном мир по расписанию международная группа поддержки сирии договорилась начать режим перемирия на всей территории этой страны за неделю греции пригрозили исключением из шенгенской зоны евросоюз выдвинул афинам ультиматум о пограничном контроле дав на решение проблемы три месяца рандеву святейшеств на острове свободы папа римский проводит официальную встречу с главой русской православной церкви жестокий февраль лишил нью-йоркцев праздника в центральном парке из-за рекордных морозов отменили фестиваль ледяных скульптур и секреты семейного счастья от президента сша обама рассказал как ему удается сохранять романтику спустя 15 лет после женитьбы война в сирии должна прекратиться за неделю оптимистичные планы озвучили представители так называемой международной группы поддержки сирии в которую входит около 20 стран и встреча проходила в мюнхене в рамках ежегодной конференции по безопасности участники консультации заявляют что сегодня в годовщину подписания минских соглашений по донбассу появилась реальная надежда и на решение сирийского кризиса однако как и на востоке украины имплементация соглашений может затянуться для установления полной тишины в сирии необходимо чтобы к перемирию присоединились все стороны и правительственные войска башара асада и оппозиция кто готов к миру выяснила регина фокс шестичасовой переговорный марафон в столице баварии принес миру почти сенсационную новость все заинтересованные в прекращении конфликта в сирии надеются на перемирие в течение семи дней спецпосланник он по сирии стефан демистура признал что добиться реального прекращения огня за неделю будет непросто глава европейской политики федерико магирини назвала принятый план действий вызовом однако начало положено международная группа поддержки сирии заявляет что прекращение боевых действий обязательны к исполнению для всех но при этом стороны оговариваются на общепризнанных террористов условия распространяться не могут мы договорились о прекращении огня в течение недели положить конец кровопролитию и насилию важнейшая задача рассчитываем что боевые действия прекратятся через одну неделю это амбициозная цель но все участники встречи полны решимости продвигаться настолько быстро насколько возможно чтобы постараться достичь ее договоренность распространяется на все стороны в сирии за исключением террористических организаций исламское государство джебхата нусра а также любых других террористических организаций названных таковыми советом безопасности оон позицию вашингтона разделяют и в москве россия поддержала гуманитарные усилия сша но предупредила российские воздушно-космические войска продолжат бомбить позиции боевиков исламского государства и джебхата аль-нусры террористов этих группировок договор о прекращении огня не затронет отметил глава амида сергей лавров подчеркнуто и задача возобновление переговорного процесса который был приостановлен в условиях когда часть оппозиции заняла я бы сказал совершенно неконструктивную позицию и пыталась выдвигать предварительные условия мы записали что переговоры должны возобновиться как можно скорее в строгом соответствии с резолюцией 2254 то есть без каких-либо ультиматумов без каких-либо предварительных условий и переговоры должны включать в себя широкий спектр оппозиционных сил лавров выразил надежду что сирийская оппозиция будет выполнять свои обязательства и прекратит отлынивать министр подчеркнул что возможное улучшение обстановки которые некоторые стороны связывают с отставкой президента сирии башара асада это иллюзия и судьбу президента должен решать сирийский народ впрочем некоторые обозреватели комментируя ход переговоров сделали вывод что вашингтон добился своего москва якобы готова остановить башара асада по их мнению российская авиация может даже прекратить наносить удары по сирийской оппозиции но это пока относится к области догадок представители британии франции вновь подчеркнули что перемирие будет выдержано лишь в том случае если россия прекратит поддерживать войска асада с воздуха с ними согласен в своем скептическом комментарии и генеральный секретарь нато мы будем приветствовать более конструктивную роль россии в борьбе с игил до сих пор россия в основном била по укреплениям сирийской оппозиции а не по игил а интенсивные удары российских самолетов по различным оппозиционным группировкам сирии только подрывали усилия по достижению мира путем переговоров но я приветствую достигнутые в мюнхене договоренности сейчас важно убедиться в том как соглашение будет воплощено в жизнь напомню гражданская война в сирии началась в марте 2011 года по данным организации объединенных наций в результате этого конфликта как минимум четверть миллиона человек погибли и 12 миллионов вынуждены были покинуть свои дома перемирие позволило бы сирии находящейся на грани гуманитарные катастрофы получить столь необходимую помощь из-за рубежа продукты и медикаменты делегаты в мюнхене рассчитывают что если все пойдет по плану ту же в скором времени арабская республика получит возможность вздохнуть спокойней сейчас главное чтобы этот процесс не забуксовал регина фокс телекомпания артвия и группировка исламское государство могла использовать в сирии и раке химическое оружие об этом заявил директор цру джон бреннон в интервью телеканалу cbs бреннон подтвердил боевики имели доступ к отравляющим веществам более того по его словам джихадисты могут самостоятельно производить небольшие количество хлора и иприта глава американской разведки также не исключил что есть вероятность проникновения этих отравляющих веществ с ближнего востока на запад псевдо халифат может попытаться наладить экспорт химоружия в западные страны для получения денег считает шеф цру в этой связи бреннон отметил необходимость отрезать каналы контрабанды нам известно о нескольких случаях применения исламским государством химического оружия на полях сражений именно поэтому важно пресекать различные транспортные линии и маршруты контрабанды которые используют джихадисты американская разведка активно работает с тем чтобы уничтожить игил а также получить как можно больше информации о том какими ресурсами обладают террористы в сирии в ираке напомню о применении химического оружия в сирии сообщалось неоднократно ряд стран возлагал ответственность за использование отравляющих веществ на правительство башара асада официальный дамаск в распыление ядовитых газов обвинил оппозицию в июле 2012 года сирийские власти впервые официально признали наличие в стране оружие массового поражения позже под шестом организации запрещи по запрещению химического оружия начался процесс уничтожения арсенала руководство ес предъявила греции ультиматум афинам предписано в трехмесячный срок привести свою систему пограничного контроля в надлежащее состояние иначе грецию могут отрезать от шенгенской безвизовой зоны на два года евросоюзе считают что греческие власти халатно относятся к охране своей государственной границы в результате чего поток беженцев из сирии практически бесконтрольно попадает страны европейского союза подобного кризиса связанного с бегущими от войны людьми старый свет не знал со времен второй мировой отмечают эксперты напомним ранее венгрия отгородила забором границы сербией хорватии словении а германия австрия дания швеция норвегия и франция возобновили пограничный контроль 80 тысяч беженцев и мигрантов прибыли в европу на лодках за первые шесть недель 2016 года к сожалению более 400 человек погибли пытаясь добраться до европейского континента несмотря на суровую зиму неспокойное море и массу трудности по прибытии мы все еще видим что ежедневно более двух тысяч беженцев и мигрантов продолжают рисковать своей жизнью в попытке попасть в европу с беженцами из стран африки и ближнего востока сегодня в европе пообщался и американский сенатор экс-кандидат президента сша джон маккейн по пути на мюнхенскую конференцию по безопасности он сделал остановку в сербии посетив центр временного размещения мигрантов маккейн призвал западные страны и в первую очередь сша увеличить материальную помощь на ежедневные нужды беженцев и правительств тех государств которые столкнулись с беспрецедентным потоком мигрантов возвращение домой мы намерены попросить своих коллег в сенате проголосовать за выделение дополнительной помощи которая столь явно необходимо мы также намерены сделать все в наших силах чтобы принести мир на ближний восток остановить бессмысленные убийства которые несут невероятную гуманитарную проблему во все страны европы а со временем принесут и в соединенные штаты эксперты признают что страны европейского союза пока так и не смогли выработать действенный механизм распределения мигрантов в сентябре прошлого года ес принял решение расселить по всему евросоюзу 160 тысяч беженцев однако на деле распределены были всего 400 человек центре приема вынужденных переселенцев скажем в греции и италии до сих пор переполнены а до стран балтии отважились добраться всего 10 беженцев как обстоит ситуация в риге выясним у нашего корреспондента евгения эрлиха женя добрый вечер добрый вечер валерий но действительно с беженцами у нас здесь беда точнее у нас беда с ходом выполнения европейской программы по перемещению беженцев в этом году страны балтии с учетом квот должны были принять более двух тысяч правильно говорить соискателей на убежище но в данный момент в литве находится одна семья из ирака это четыре человека в эстонии пока вообще никого и в латвии на этой неделе прилетели две семьи итого 10 человек из более чем двух тысяч правда все три балтийские республики обещают все-таки придерживаться европейских норм и выполнить свои квоты в этом году почему так со скрипом идет процесс на самом деле много причин для стран восточной европы беженцы это вопрос политический откровенно говоря никто сильно не рад здесь видеть беженцев это подтверждает и опросы населения главное это подтверждают сами политики и латвия в этом смысле характерный пример по квотам сюда должны были прилететь всего пятьсот тридцать один беженец по сути страна могла бы и не заметить но вот в течение всего прошедшего года здесь шли митинги протеста и бурные дебаты и в итоге политики договорились что латвия будет отбирать себе беженцев в греции италии с учетом дополнительных требований это должна быть семья с детьми желательно с высшим образованием и сознанием английского кроме этого правительство почти вдвое снизило размер пособий для беженцев с двухсот пятидесяти шести евро до ста тридцати девяти то есть нынешних условиях в далекой холодной чужой латвии семья беженцев из трех человек двое взрослых и ребенок получат на руки совокупно пособие в размере трехсот тридцати трех евро в месяц причем на эти же деньги они должны будут снимать жилье а работать смогут только после того как выучат латышский язык иными словами власти сделали все возможное чтобы беженцы сами не хотели ехать вот сюда в латвии и те кто добрался до балки это действительно люди по-настоящему бегущие от войны латвийском мвд кстати были против таких жестких условий для мигрантов и если человек не может выживать легально то беженцы будут искать нелегальные способы выживания но решение правительства вступило в силу и вот что нам сказала в интервью госсекретарь мвд но они выживали до этого они выживут я думаю несомненно и в будущем потому что если даже человек у них хватает конкретного государственного пособия то так как этот человек имеет статус постоянного жителя латвии то он обращается в самоуправление и получает те же гарантии как житель латвии так что я думаю что это всегда вопрос мотивации конечно же к беженцам сейчас приковано все внимание латвийцев к ним приглядываются пытаются понять кто приехал и тема беженцев сегодня главная новость недели приехали две семьи одна из сирии другая из ритреи живут они в центре для перемещенных лиц в городке муциньеки обе семьи надеются получить здесь постоянный вид на жительство и готовы учить латышский язык в общем люди как люди но местное население все-таки относится к ним с большой опаской люди настолько разные да кто-то боится своих детей я их тоже понимаю кто-то думает о том что у них растут девочки молодые девушки мне говорят что как мы здесь в короткой юбке пойдем на дискотеку то есть они тоже об этом думают да мы раньше об этом даже не задумывались ну и обязательно надо добавить что на этой неделе в латвии наконец-то завершился политический кризис полтора месяца страна жила без правительства прошлое ушло в отставку причем из-за позиции по беженцам и вот наконец-то политики договорились новым премьер-министром латвии стал марис кучинскис и первое же заявление нового кабинета опять касалось беженцев суть его проста больше никаких беженцев никто не имеет на право навязывать квоты только если мы сами добровольно не согласимся кому-нибудь помочь так что беженцы которых здесь практически нет это у нас главные и страхи и политические риски и кажется то единственное что объединяет здесь и правых и левых и латышей и русских причем похожая же картина и в литве и в эстонии валерий спасибо жене евгений эрлих о ситуации с беженцами из стран африки и ближнего востока в балтийском регионе это новости на канале артиви и далее в эфире жестокий февраль лишил нью-йоркцев праздника в центральном парке из-за рекордных морозов отменили фестиваль ледяных скульптур а также секреты семейного счастья от президента сша обама рассказал как ему удается сохранять романтику спустя 15 лет после женись бы все это через минуту на канале артиви и оставайтесь это новости на канале артиви и в эти минуты на кубе проходит историческая встреча папы римского и патриарха московского и все руси главы двух церквей не встречались с 11 века а эти переговоры готовились более 10 лет место встречи папы франциска и патриарха кирилла было выбрано не случайно все подробности в материале евгения маслова папа римский патриарх московский и всей руси не встречались тысячелетия православные католики в этом событии видят без привлечения исторический символизм какую бы совместную декларацию главы двух церквей не подписали сам факт их встречи служит сигналом тому что раскол в результате разницы теологических толкований если не исчез то отношения явно стали теплее куба как место встречи это тоже символизм нейтральная территория вдалеке как москвы так и от ватикана я прибыл сюда с дружественным визитом по приглашению главы республики куба председателя государственного совета и совета министров господина рауля кастро и папа и патриарх встречаются на полях своих латиноамериканских визитов как бы по пути но к этой встрече явно готовились годами отношения с рпц для ватикана особенно важны примерно две трети из более чем 200 миллионов православных христиан составляют именно россияне и местные жители власти страны явно польщины что столь знаменательное событие для христианского мира происходит в гаване это важно для столь влиятельных церквей приходить к согласию друг с другом конечно это важно чтобы церкви не конфликтовали сотрудничество лучше чем борьба я слушаю новости которые меня тревожит довольно насчет отношений россии и запада россии и европы и возможно этот шаг как-то смягчит обстановку попыткам сближения как считают эксперты сильно мешало возникшие за столетия раскола недоверия но геополитические сдвиги вынудили искать точки соприкосновения одним из главных поводов для встречи стало общее понимание того что христиане на ближнем востоке и в африке подвергаются преследованием для их защиты нужно объединиться представители рпц в сша в нью-йорке считают что необходимость в диалоге между папой римским и патриархом московским и всей руси назрела давно время пришло отложить разногласия в сторону несмотря на то что проблемы остаются между нашими церквями но нынешняя ситуация в мире в частности на ближнем востоке с гонением христиан геноцидом христиан когда верующие из регионов где христианство в общем-то зародилась вынуждены покидать свои общины свои места места проживания уезжать другие старые страны европу новый свет это конечно все приводит к тому что мы как верующие христиане должны отложить вот те может быть не такие уж и значительные с точки зрения такого мирового масштаба проблемы и заняться вот вещами которые сейчас перед нами всеми стоят один из спорных вопросов для обеих церквей это проблема греко-католика в украине по планам она будет обсуждаться но очевидно что не будет быстро решена главное впрочем это даже не конкретные решения в этом сходятся эксперты важно что сам диалог между православными и католиками начался и что у лидеров церквей есть желание общаться и решать вопросы вместе евгений маслов татьяна пенкина лев чеснов телекомпания rtv ай гавана нью-йорк в нью-йорке в субботу будет холодно даже ледяным скульптурам в мегаполисе отменен ежегодный фестиваль в центральном парке из-за аномально низких температур более того городские власти советуют жителям мегаполиса вообще не выходить на улицу в эти дни по данным национальной метеорологической службы завтра столбик термометра опустится до минус 16 градусов по сельсию при этом из-за сильного ветра будет казаться что на улице минус 25 однако ненадолго уже во вторник потеплеет сразу до плюс 10 президента сша в преддверии дня влюбленных разыграли в телеэфире причем сделал это его собственная жена первая леди америки глава государства был приглашен на разговор с известной ведущей лен де дженерес сначала она задавала ему каверзные вопросы про то как ему живется в белом доме про депрессию в вашингтоне и даже про президентскую кампанию в конце беседы обаму ждал неожиданно сюрприз знаете по президентским кампаниям я точно не скучаю вообще хорошо выезжать из вашингтона поскольку он порой немного депрессивен если у вас с мишель какие-то разногласия о чем вы спорите после почти 15 лет я понял что она всегда права так что это удивительно мы перестали спорить у нас есть сюрприз для вас посмотрите сюрприз привет милый и привет всем я хочу пожелать тебе счастливого дня святого валентина это все новости к этому часу итоги информационной недели в программе моего коллеги владимир ленского тайм-код в 7 часов вечера по нью-йорку далее эфире программа особое мнение